8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на государственном центральном морском испытательном полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел взрыв с возгоранием. В нем пострадали сотрудники Рафиацвнеев. Пять человек погибли, трое госпитализированы. В связи с трагическими событиями в Сарове объявлен двухдневный траур. 12 августа в Центре культуры и досуга Рафиацвнеев прошла церемония прощания с погибшими. Погибли Алексей Николаевич Вьюшин, Евгений Юрьевич Каратаев, Вячеслав Юрьевич Липшев, Сергей Евгеньевич Пичугин и Владислав Николаевич Яновский. Все они занимались уникальными разработками, много сделали для развития атомной отрасли. Для ядерного центра, как и для всего Сарова, это трагедия. Почтить память погибших пришли их родные, друзья и коллеги из всех подразделений ядерного центра. Во время церемонии прощания прошел траурный митинг, который открыл директор Рафиацвнеев Валентин Костюков. Мы сегодня преклоняемся перед мужеством и героизмом этих людей. истинных защитников Отечества. Мы сегодня преклоняемся перед родными и близкими, родителями, женами, детьми, потому что именно в их кругу были воспитаны эти выдающиеся качества патриотизма, чувства долга и выполнения задач. Сегодня большой день, большой траур, большая наша боль. Валентин Костюков отметил, что сформирована государственная комиссия для того, чтобы проанализировать случившееся и выяснить причины трагедии. Однако уже сегодня понятно, что специалисты до последнего боролись, чтобы выправить ситуацию. Но, к сожалению, это не удалось. Затем слово взял первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий, они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, которых, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100% невозможно никогда. Они, как профессионалы, это прекрасно знали. Но брали на себя этот риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. Также дань уважения погибшим отдали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор региона Глеб Никитин. Все погибшие представлены государственным наградом. Также в 2020 году им установят памятник на территории Сарова. Всеми им будет оказана помощь от госкорпорации «Росатом», правительства Нижегородской области и РФЦУНИЕВ. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.